у истоков вселенной бессмысленные вопросы в теории большого взрыва лекция андрей линды андрей линда это такой современный псевдофизик очень много на него ссылок он такую наглядную развлекашку для на уровне компьютерного моделирования сделал давайте посмотрим просят сделать обзор сегодня я вам расскажу немножечко про развитие современной космологии за последние 30 лет дело в том что мы думали что мы много знаем про то что если представляет вселенная но потом оказалось что мы много не знаем много не понимаем о чем мы не догадывались люди боялись эти вещи спрашивать вдруг они задали вопросы вдруг мы поняли как на эти вопросы можно дать ответ и когда мы поняли как на них дать ответ мы уже не могли это позабыть раньше что вопрос эти задавать не надо вот это все связано с нас с такими названиями раздувающаяся вселенная или инфляционная вселенная потом множественная вселенная или malty universe в общем по-разному лет называют вот мы сейчас все это с вами и изучим начало вообще про вселенную возраст этой дамы 13 8 десятых миллиардов лет размер наблюдаемой части вселенной то что мы можем увидеть вот это товарищ представитель мошеннического движения которые вот сидели в лобом таки об стол ударились искали все блин теперь 14 миллиардов световых лет возрасте научных оснований за этим нет вообще никаких однажды какая-то дуренька придумала что мир произошел в результате большого взрыва дуренька была безграмотная и она такая подумала что взорвалось что-то и появилась и материя и пространство ну дуренька на том этапе не знал что пространство не может появиться что это стационарный такой объект незыблемый и что чтобы что-то взорвалось уже нужно пространство потому что именно в пространстве что-то может произойти с матери вот воображение и в пространстве больше нигде воображение с воображаемой материи просто пространстве с реальной материи но не все дуреньки не знают об этом знают как не все дуреньки об этом знают где такие относятся прикидываются умным бормочут вот в результате этого имея такие безграмотность товарищ андрей линдой просто лучше сказал 14 миллиардов лет вверхте мне 14 то есть дураки завещали что 14 лет назад появилась вселенная все вот понимаете да это просто замечание это не налога это просто померещилась так вот кто-то первый сказал 14 миллиардов лет все вот это вот научный статус информации никакого научного статуса просто дуром кажется что 14 миллиардов лет назад появилась вселенная смотрим дальше это размер наблюдаемой части вселенной то что мы можем увидеть а что мы можем увидеть вот если вселенная родилась какой-то кусочек времени загорелась скажем звезда на небе и звезда опустила к нам свет этот свет путешествует время равное время жизни вселенной если мы можем увидеть те объекты от которых к нам пришел сигнал за это время существования вселенной поэтому это примерно 13 8 миллиардов световых лет то есть мы умножаем значит возраст на скорость света получаем за 13 8 световых лет к нам пришел сигнал мы это видим вот если 14 миллиардов лет значит за это время пришелся твой сигнал то есть на предыдущем поступать и это все одновление нас этим существуют другие данные о возрасте вселенной они противоречат вот этой версии но их это не смущает то есть то что он горит это уже противоречит научным данным ну на скорость света получаем примерно расстояние на котором мы можем сейчас видеть это на самом деле чуть-чуть упрощенное объяснение но что вселенная сама по себе расширяется и вот какой-то источник пустил к нам сигнал а потом сам источник ушел от нас то есть это наблюдаемая частью вселенной и в самой вселенной вот наблюдаемая часть это кусок вся вселенная то ничто иное тупо как вот нам сегодня больше чем говорил раз ученые считали что она бесконечно на пространство бесконечно а потом они так перестали считать вот такой же переставший считать товарищ андрей линда шел от нас дальше и поэтому на самом деле мы видим чуть чуть больше чем время существования вселенной умножить на скорость света но это уже детали и значит давайте про это время позабудем средняя плотность вещества во вселенной 10 минус 29 грамма на кубический сантиметр то есть вода значит 1 грамм на кубический сантиметр это на почти на 30 порядков меньше почти что ничего вот у вселенной в среднем содержит почти что ничего нам повезло что мы сейчас находимся на земле который содержит что-то полный вес вселенной примерно 10 50 тонн при этом когда я говорю про полную про полный вес вселенной я имею ввиду вес той части которую мы сейчас наблюдаем и здесь начинается вот здесь средняя плотность вещества это примерно приближающиеся к научным данным сведения а вот дальше вот вес вселенной это уже такие галлюцинации ну она может иметь отношение наблюдаемой части вселенной но считать они тоже не умеют все к этому надо так и относиться потому что тот же вибер рассказывал сто раз различия в расчетах вы кстати расчет разрешаются в 100 раз по одной версии по другой то есть считать они не могут что-то там как пошатся с цифрами считать ли это научной информацией научными данными делайте выводы сами начинаются интересные проблемы согласно теории большого взрыва которая была популярна много лет назад вес ее в общем-то почти что бесконечен или настолько огромен что выглядит очень странно но мы про это тоже поговорим а та теория которая возникла плюс наложение ребята сейчас почти бесконечно смысл такой что 21 веке у нас для сравнения бесконечно больших бесконечно малых величин есть только теория множеств и это безграмотная теория и результаты которые мы имеем что она не может сопоставлять бесконечно большие бесконечно малые величины у нее равномочные и отрезки и лучи и прямые в плане содержания в плане множеств мы давали материалы по сравнению бесконечно малых и больших величин это теория на несколько интеллектуальных порядков превышающих в качестве своем все эти теории множеств эти материалы у нас по ссылке внизу видео есть сравнение бесконечно больших величин есть видео отдельно снято по сравнению бесконечно больших величин та теория которая возникла в начале 80-х годов эта теория инфляционной космологии и это будет центром моего обсуждения вес вселенной в момент рождения может быть меньше одного миллиграмма или вообще не весит ничего вот про это мы с вами дальше поговорим но и сейчас для того чтобы привыкли к мысли о масштабах этом что происходит начало просто какие-то картинки которые оказались возможными благодаря немыслимому прекрасному развитию экспериментальной техники вот например фотографии взрыва звезды в совместе единорога 2002 год значит эта звезда которая с помощью хавловского телескопа можно было на нее посмотреть и увидеть какой она была 20 мая 2002 года маленькая такая звездочка в левом верхнем углу значит после этого 2 сентября она стала больше октября стала больше декабря через несколько лет она выросла еще до большего размера и вот так она выглядит и это с одной стороны выглядит прекрасно с другой стороны прекрасно то что мы можем с такой степенью точности изучать все эти события которые идут в мире а вот еще что то значит это есть такая туманность это место где рождаются снова интересно что сейчас даже воспринимать вот информацию на степень достаенности невозможно вот они выдают генерацию вот этих вот фотошопов насколько корректны эти изображения можно осудить последующему вот представьте что науке точно известно что никаких черных дыр в природе нет и быть не может а товарищи поставляют уверенные фотошопы черных дыр они выдают это за достоверную информацию вот можно представить себе и качество остальной информации которую они выдают вот этим фотошопом то что они поставляют ну как бы оснований доверять нет это просто ну вольное творчество которое имеет некую вероятность достоверности так вот это вот вероятность достоверности этих материалов она не предсказуем это не фотографии эта генерация изображения ручным способом насколько это соответствует действительности но может соответствовать она может не соответствовать сильно не надейтесь ребята привыкли бредить и фальсифицировать своем стиле они продолжают работать это звезды туманность орел и там рождение рождаются звезды из газовых облаков значит материя падает разогревается падает сама на себя притягивая сама себя разогревается рождаются звезды эти звезды начинают сиять и из себя выбрасывает этот газ которых раньше окружал и он они стоят на вершине этих колонн сияющие лучи оттуда представьте себе что размер этих колонн газа четыре световых года здесь вот этот газовый водопад целых четыре световых года то есть размер этих колонн это свет должен сверху путешествовать донизу четыре года для того чтобы достичь этого какие у нас масштабы усили на это на самом деле маленький масштаб это четыре световых года а теперь мы посмотрим на нашу галактику на самом деле это он начал уступок вселенной и сейчас дает некие картинки всем играется современная наука если там действительно научные материалы то есть пока мы имеем болтологию вокруг темы на самом деле это не фотография нашей головки фотографию другой наш это мы не можем сфотографировать снаружи потому что мы не живем размер вот этой галактики примерно 100000 световых лет то есть если мы хотим перекинуться двумя словами с тем кто живет на другом краю галактики нам надо подождать будет примерно 100 тысяч лет так что это немножко нереально значит эта галактика имеет типичным образом имеет примерно 100 миллиардов звезд вот чтобы мы представляли себе масштабы которых мы говорим если галактика 100 миллиардов звезд не всегда разные бывают галактики побольше поменьше вот такого типа масштабы типичная и сколько же во вселенной галактик еще один эксперимент этот эксперимент смотрит на то как эти галактики на небе распределены и мы видим что галактик много сколько много во всей вселенной то что мы сейчас можем увидеть примерно 100 миллиардов галактик значит что тогда получается в наблюдаемой части вселенной не во всей вселенной в каждой галактике 100 миллиардов звезд в каждой нашей вселенной 100 миллиардов галактик как-то очень многовато вот это сразу дает вам представление о масштабах о которых мы говорим и о трудности с которыми мы сталкиваемся также вы можете видеть что вот здесь на краю этих рисунков галактик как бы меньше галактик это те места где звезды есть где свет оттуда свет нам исходит вот мы видим там где светло-зеленое это там где много галактик просто люди сделали так они разрезали все небо маленькими кусочками вот в этом направлении и вот в этом посчитали сколько галактик каком расстоянии вот они получили опять же некорректная трактовка там нет чего-то у него или плохо видно или нет как вот пришел к этому на краю видимости у тебя чего-то нет может все-таки на краю видимости у тебя плохо чего-то видно нет там галактик нет там звезд меньше галактик меньше звезд это некорректно некорректный вывод просто по своей сути даже неважно результат такое распределение значит там где светятся там их много а вот там где вот далеко там эти галактик мало что почему их там мало вообще-то говоря они вселенной это ведь однородно же в среднем поэтому должно быть им столько же правда но когда мы делаем вот эти наблюдения мы используем нашу вселенную как знаете машину времени вот мы смотрим на солнце мы видим солнце каким оно было несколько минут назад потому что сигнал от солнца вот сейчас просто нормальная попытка выдать желаемое за действительно это подгонка реального материала под версию которая им нравится которую они пиарят все это уже такое шлюханье молод солнце доходит когда оно было на несколько минут моложе мы смотрим на звезды которые находятся на расстоянии нескольких световых лет или сотни световых лет тысячи световых лет от нас если мы соответственно видим их такими какими они были сто или тысячи лет назад когда мы смотрим на галактики мы видим галактики какими они были много-много лет назад если мы смотрим далеко на дальние части вселенной то мы видим те части вселенной которые сформировались очень-очень далеко вот на этой картинке мы смотрим максимально на те части вселенной которые были сформированы два миллиарда лет назад поэтому это не то что мы смотрим на ту же самую вселенную мы смотрим на вселенную чем дальше тем старше она вот и вселенного вселенной которая только что родилась галактики еще не имели времени сформироваться поэтому мы видим распределение галактик такое что вот рядом с нами мы видим много а дальше мы видим мало не потому что там в этот же момент времени мало А потому что мы видим Вселенную в другой момент времени, далекие вещи, мы видим ближе к началу существования Вселенной. И мы про это поговорим еще дальше. Есть закон космологического расширения, закон Хаббла, что части Вселенной, которые от нас находятся далеко, они от нас удаляются со скоростью, которая пропорциональна расстояние до этих частей. Этот закон, естественно, обнаружил Хаббл, поэтому он называется закон Хаббла. Значит, он померил отношение скорости расширения Вселенной к размеру, а точнее говоря, взял какие-то галактики от нас до каждой галактики, померил расстояние, померил скорость, которая удаляется от нас галактики, и сказал, вот, галактика ближе, она удаляется с меньшей скоростью. Галактика дальше удаляется с большей скоростью. Он посчитал постоянную пропорциональность в этом законе, что V равняется скорость, равняется Хаббловская постоянная умножить на расстояние. Он посчитал ее, сказал, я вот посчитал. вот это не прямая трактовка результатов, вот относиться к этому надо. Версия построена на косвенных результатах, все, не больше. Ну, пользуются они, потому что это им нравится, потому что это как бы вписывается в канву вот этой вот их теории. Я думаю, это вам. Примерно с точностью 10%. Потом люди считали это более точные, более точные. Каждый раз они считали с точностью 10%, потом стали считать с точностью 5%. Современное значение Хабблской постоянной почти в 10 раз меньше, чем то, которое Хаббл посчитал с точностью, как он думал. Вот очень интересная картинка. Замкнутая вселенная, изображен шарик, шфера, открытая вселенная, изогнутая поверхность, плоская вселенная. Все три изображения нарушают первый закон логики, закон тождества. Имеет ни одно значение, а значит не имеет ни одного значения. Вселенная – это у нас прежде всего пространство и расположена в нем материя. пространство – это объемный объект. Пространство – это объемный объект. Трехмерная протяженность, трехмерный объем. Ни один из преденных объектов не является трехмерным в том понимании, объемным не является. Это поверхности. Трехмерные поверхности, не считая нижней плоскости, объект. Но это не вселенные, они не могут быть вселенными. Сколько это просто плоские объекты, находящиеся в пространстве. Человек подменяет – это просто рвать зачетку, выкидывать за дверь после этого, когда люди такое делают. Это некомпетентность, стыдная позорность, повторяемая за недостоверными источниками. Вот вы сумасшедшая бабка шла по улице, что-то бормотала, вы пристроились к ней, начали повторять, заучили несколько фраз, бормочетесь за ней. Плоскость – это объемность, плоскость – это вселенная. И вы бормочете это. Вы дошли до университета от своего, продолжаете бормотать за бабкой. Плоскость – это объем, плоскость – это вселенная. И потом вы в своем моразме развиваетесь, достигаете того, что начинаете уже этот бред запихивать в ролики. И у вас вот документальное доказательство, что товарищ Линд – это мошенник, шарлатан, поскольку у него изображение – плоская вселенная, открытая вселенная, замкнутая вселенная. Это вот он называет вселенной объекты, не являющиеся пространством. То есть вселенная состоит не из пространства, а из объединенных объектов геометрического характера, но не являющиеся пространствами. То есть первый закон логики наружен. Вся вот эта вот бормотания линдовская и до и после – это бредятина по несоответствию научному методу, по несоответствию законам логики, по нарушению логики. Это нелогичный бред некого товарища Андрея Линды. Очень модного, был он модный порой, его слушали. Ах, теория Лиды, ах, ах, бредятина эта теория Линды. Сам Линды, ну, не сосредоточился, такой мошенничек. Он посчитал с точностью, как он думал. Также люди знали теоретически, что вселенная может быть трех разных типов. Когда я про это говорю, я имею в виду вот что. На самом деле, для того, чтобы описать вселенную, нам надо использовать общую теорию относительности Эйнштейна. Мы можем в первом приближении использовать теорию гравитации относительности. Теория относительности – это фальсифицированный продукт, безграмотный. Подмена предметов счета. Мы это неоднократно показывали. Когда у вас есть подмена предметов счета в мерности пространства, три штуки, вы добавили к ним будильник, апельсин или валенок. То есть это бессмысленно. Валенок не является четвертой геометрической мерностью. И будильник не является четвертой геометрической мерностью. Время не является четвертой геометрической мерностью. Но безграмотные балбесы продолжают это курлыкать. И им надо. Для чего нужна может быть сфальсифицированная теория? Вот теория относительности сфальсифицированная. Для чего может быть нужна сфальсифицированная теория, которая вам потребовалась для описания? Только для дальнейших фальсификаций. Больше ни для чего. плохим продуктом нельзя хороший суп из плохих продуктов приготовить из не продуктов бы вам нужна теория гравитации ньютона но это только первое приближение в точности ничего не скажет а теория относительно инстейна она исходит из того что пространство на самом деле кривое и когда про это люди говорят они имеют виду вот что вот предположим что у вас есть лазер и лазер пускает лути это прямой луч вот начинается бормотание бросался на самом деле кривая и сейчас будут бормотать бормотать они скажут отклонение от прямолинейности в чем заключается что конкретно гнется у пространства не смог ни один балбес то линды озвучить не после линды ни один балбес не сможет это озвучить потому что нечем у пространства гнется шарлатаны стыдно и позорно шарлатаны дура не пишет если этот прямой луч проходит рядом с солнцем то солнце притягивает его к себе и изгибают его немножечко значит что искривляется траектория пространстве не искривляется само пространство а сейчас вот это вот будет подлог попытка подлога как искривление траектории выдать за искривление пространство слушаем внимательно значит что же у вас имеется более прямым прямым чем луч света они чего вот мы должны определять тогда прямыми как луч света из-за того что распределение материи изгибает лучи света на лучшая интерпретация этого дела я предложил энштейн много лет тому назад что он сказал что гравитация это что то что меряет степень того как пространство является искривлённым то есть пространство является кривым искривление объектом из-за того что дуром показалось что лучше сказала инструмент все на искривление 9 будет искривление траектории стало искривлением пространство то есть потому что стал инштейн лучше вот они решили что-то лучше балбесики безграмотную чушь они определили лучше если вы определяете без грамотную чушь в лучшие продукты твои некомпетентная модель сомелье взял осливную мочу определил лучше и не надо то есть сам время никакой балбес сами не сумасшедшие сами лет если ученый физик безграмотнуюшинскую теорию определил лучшие продукты сумасшедший физик безграмотный долбец мочу эйнштейна выдал за божью росу это эффект материи который находится может быть пространство может быть кривым и без материи пространство может быть кривым если мы рассматриваем однородную вселенную то есть то в которой все вещество распределено более однородно то есть три основных моделей вселенной словосочетания пространство может быть они обычно мормочет просто со время может быть потерять это пространство может быть крему ты как бы молодец умничка линда пространство может быть кривым нету пространство такого свойства ну хоть так если мы рассматриваем однородную вселенную то есть ту в которой все все вещество распределено более-менее однородно то есть три основных моделей вселенной замкнутая открытая и плоская эти все модели были введены русским математиком метеорологом метеорологом а также бомбометателем летателем на воздушных шарах фридманом александр фридман он был интересный человек умер очень рано и сделал вот эту вещь он решил уравнение эйнштейна для однородной вселенной тут просто выбор модельного то ли у другого хвалят что хватит по национальному не признаку хвалят или по великому хвалят в принципе неважно уже вот кукушках поэт петуха за то что хвалит он кукушку что товарищ линды набормотал нам что пространство гнется ну обычный лжи ученый мошенник мы досмотрели 11 минут длится этот час 27 дальше ну как бы много всего все то же самое что остальных релятивистов только там у линда вот эта струновая модель была я свое время смотрел это появлялся ему такой бред бредский вот правом данным не разумом записывал андрея линда ученые уже ученые андрей линды уже ученый с ее навечно и не смываемо жулики от науки деятельность имитирующая научную ну по сути таковой не являющимися вот эти люди нашу цивилизацию загибают вниз в дерьмо скатывания в маразм из-за них родноука нормально развиваться не может они захватили все журналы все бретаноидные индексы цитирования они построены на связке вот с этим с этими материалами друг друга они там воспевают восхваляют таинство достижения маразма передают из уха на ухо вот этим занимаются позорники запомните линды мошенник можете посмотреть дальше но уже как бы с противоядием с вами был виктор котючек канал научный трибунал всем добра иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если у слов нет значения значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мыслить что-нибудь одно это первый закон логики но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию в интернету с вами был виктор котючек телеканал научный трибунал подогреваем субтитры сделал DimaTorzok в ноутбуне Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»